Когда его запустили, Салават Купуре, сделали дорогу, хорошую 8-метровую дорогу, ее пропустили сюда и довели вот до этой улицы. То есть она была 8, потом ее сузили до 6 метров и вывели на нашу вот эту 4-метровую. И пустили, ее не доделали, знаков не поставили, как положено по дороге. Крутой поворот и все это не поставили. И сдали ее якобы, сдали в эксплуатацию, когда в никуда. И сегодня весь поток из Салавата, это порядка в час по 700 машин проходит по этой дороге, мимо там главой дом стоит. И у него, мимо него на 700 поток. Мы говорим, почему дорогу вы не сделали дальше? Нет, нам сказали только вот ситуацию до... А что значит дальше? Сюда, оттуда, от Салавата, чтобы соединение было сюда. Вот она же соединяется, нет? Это же дорога, там асфальт. А здесь она убита, вот эту дорогу мы делали сами. Говорю, вот поле. Мы говорим, чтобы они не ездили здесь, мы попросили сделать и через поле. Земля принадлежит якобы там Семину. Семина сегодня нету. Выезд М7 это вот незаконный, он здесь, конечно, все. Со всеми поднарушениями, да. Для нашего поселка это нормально. Сколько машин здесь отсюда ездили? Отсутствие полосы разгона? Отсутствие полосы разгона, она вот от этого места должна быть 260 метров. А здесь всего лишь 180 метров. Должны быть развязки. Для рыва строится? Да, вот. Для рыва или подачи, как было по плану, или вот использовать этот под мостом. Вот, под мостом вот тоже подпланировалось. Вот сегодня я замерял с полседьмого до полвосьмого. 300 автомобилей в час. 300 автомобилей в час. В пятницу вечером, в воскресенье вечером. Естественно, здесь поток увеличивается и получается у нас расчетная интенсивность. 500-600 автомобилей в час. Запомнили, да? В час. По этому примыканию мы смотрим. Значит, для первой В-категории, которая в статус вот этой федеральной дороги магистральной, значит, примыкание, которое подходит к федеральной дороге, с расчетной интенсивностью больше тысячи автомобилей в сутки. То есть у нас в час где-то 500 автомобилей, да? Если посчитать в сутки, у нас около 3000 автомобилей в сутки идет. То при такой расчетной интенсивности здесь это примыкание должно быть развязка в разных уровнях. 99% транспортных средств, это транзитный транспорт, проезжает и выезжает на разворот, который находится на 788-м километре. Это буквально километр отсюда. Вот напротив АЗС. Естественно, разворот не оборудован по нормам. Отсутствует накопительная полоса. Во-вторых, с правой стороны имеется ООО, там КАМАЗ-центр. Значит, естественно, в Волговянске установили там знаки, как здесь и там. Значит, примыкание справа. Значит, этот разворот, он не соответствует никаким нормам. Наша вот проблема жителей поселка в том, что транзитный транспорт, во-первых, это шум, это загазованность, в-третьих, это пыль, в-четвертых, это здесь детская площадка. Здесь мы сами не можем ни пройти, ни проехать. То есть здесь, во-первых, скоростной режим не соблюдается. Вот пока эта дорога существует, муниципальная дорога, да, и ей могут все пользоваться. На каких основаниях вы кладете блоки, перекрываете? А это дороги делают поселок, это все дороги делают. Ну это, наверное, вопрос к муниципалитету, правильно? Если вы свои деньги тратите. Если вы свои деньги тратите. Свои деньги мы тратите. Каждый год собирали. Так это же не к нам вопросы, правильно? Почему вы должны ездить? Вы вложили деньги в эту дорогу? Нет, подождите, а вы... Нет, вы вложили в эту дорогу деньги? Это мы на свои деньги построили. Вот у нас есть на территории Славарка Крыла, у нас есть поликлиники, садики, жилы. Вы же пользуетесь, мы нет, правильно? Ну нет, не говорите, вы очень прекрасно уходите все. У меня даже отдельные участки, зайдите в поликлинику для взрослого населения. Нет, мы вас понимаем, да, но надо решать общую дорогу серьезную. Почему-то вы с нами воюете, почему-то вы с вами не воюете. Мы не воюем, мы не с вами воюем. Семь эти дороги, чтобы за посадкой вам делали. Сделайте за посадкой временную автомобильную дорогу, временную. Асфальтированно надо, асфальтированно, чтобы сольные были. Чтобы могли люди проехать. Это у нас единственный был выезд, когда мы строились в поселок. Это единственный заезд. Почему по этой дороге ездить нельзя? Почему мы уже за посадкой не можем? За посадкой, мы же объяснили, у нас там детские выходили. Вы прекрасно же видели, что детская площадка, что дома стоит. И она убитая дорога. Мы же, это мы здесь еще вот так вот... Включили в ремонт на следующий год ее. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...